Есть такая еврейская притча про лису, которая нашла великолепный сад, в котором были разные плоды, виноград, инжир, апельсины. Она лиса голодная, она хочет отведать из этих плодов, но есть забор, есть охрана, что делать? Вот она ходит вокруг этого сада, езжет лазейку, идет и идет, и чем больше найдет, понимаете, какой там огромный сад, но нет лазейки, все закрыто, только одна маленькая дырочка была, такая лазейка, куда она не помещается, обошла все, не может найти, вернулась к этой лазейке, села на диету, чтобы похудеть, в конце концов, похудела, зашла внутрь, какие плоды, какие запахи, какие вкусы, в общем, ходила она там долго, хорошо, досуто наелась, пора выходить, понимает, что скоро уже на ее след на еду, пока не сели на хвост, то, что называется, надо уходить, идет она к своей лазейке, но она не может выйти, что делать, и опять она садится на диету, на этот раз диета тяжелее, вот, она вышла наружу, сидит себе лиса и думает, что такое, что такое, зашла я сюда голодная, вышла я сюда голодная, еще и столько килограмм веса потеряла, что мне это, что мне от этого всего осталось, какой был смысл в этом. Это известная еврейская притча насчет этого мира, что человек приходит в этот мир голый и уходит из этого мира голый, и ничего он не может взять с собой, еще не дай Бог, если он штрафов себе заработал, которые ему там представят при выходе, что же ему осталось из этого всего мира. Я слышал от Равблоя, Рав города Ашкилона, он говорит, что у него есть приписка на эту притчу, что это так поступает не умная лиса, а что бы сделала умная лиса? Она бы не наелась бы плодов внутри сада, она бы эти плоды перекидывала через забор, и чем больше она находится внутри, тем больше она еще и каждую минуту она использовала бы, чтобы еще перекинуть себя, а потом выйдя из себя на спокойное, будет еды вдоволь на много лет. Так бы поступила умная лиса. Но счастлива лиса, которая это понимает, которая это поняла, пока она еще в саду. Потому что если она поймет, что надо было быть умной, когда она уже внаружи, ай-яй-яй, тогда уже поздно. Счастлива лиса, которая понимает это внутри, счастлив человек, который осознает это, что можно в этом мире перекинуть себя на будущее, на вечный мир, там, где надо будет мне жить вечно, там, где надо будет мне питаться чем-то вечно. Зачем? Как? В этом мире я могу заработать заслуги, в этом мире я могу много-много взять и перекинуть, не поедая материальное, а приобретая духовное. Выполняя митцву, изучая Тору, я могу таким образом себя перекинуть в вечность. Я могу взять какой-то плод или даже стакан воды, получить от него удовольствие материальное, но я могу его с помощью него сделать митцву или же выпить этот стакан воды, чтобы получить силы чьи Тору и превратить это в духовность, в вечность на веки веков. Таким образом, я это перекинул себе там. Счастлив человек, который осознает это, еще пока он находится в этом мире. А что насчет штрафов? А если человек здесь нарушал дело обратное, не дай Бог, использовал этот мир к обратному, ему еще полагается штраф, еще придется платить, там ему на выходе представят штраф. Не только на выходе, еще будучи в этом мире, сколько есть страданий у людей, сколько есть невзгод. Почему эти все страдания? Видно я, из наших мудрецов видно, что все страдания – это только из-за нарушения Тора. Что если бы человек не нарушал, все зло, которое в этом есть в мире, это только то самое зло, которое человек сам создает. Понятно, что мы не видим, как это работает. Вот это действие приводит к этому, и это действие приводит к этому. Мы этого всего не видим. Иногда это приходит через много десятилетий. иногда, это может даже быть в другой жизни, но это… Говорят про Хафец Хаима. Почему Хафец Хаиму достоился так много лет жить? Никто даже не знает точно, сколько лет он жил там. Он умер непосредственно перед Второй мировой войной. Почему он достоился так много жить? Так он сказал… Спросили так у Хафец Хаима. Он сказал, потому что я ждал, я никуда не торопился, я спокойно ждал, как проявится мера суда Всевышнего в этом мире. Потому что есть мера за меру. Человек, который делает добро, оно обязательно к нему вернется. Человек, который делает зло, оно обязательно к нему вернется уже в этом мире. Но Всевышний никуда не торопится. Говорит Хафец Хаима, я никуда не торопился. Я спокойно ждал. Я хотел увидеть, как каждая, как Всевышний привезет это. Я спокойно ждал. Вот поэтому Всевышний дал мне долгую жизнь, чтобы увидеть это. И пару примеров, которые он там сказал на месте, что было в его городе… Был один человек, который сдавал какую-то квартиру. Дыру. И у него там снимала какая-то женщина, которая была вдова с детьми. И она была прачечная. Ну так то, стирает. И не было у нее денег платить за квартиру. И он ее выгнал. Она ему говорит, подожди, полгода, есть период, когда больше заказывать я заплачу. нету квароплаты. Он ее выгнал. Ее с детьми взял и вытащил в снег в России. И говорит Хафец Хаим, я долго ждал. Много лет я ждал. Или же, чтобы этот человек раскаялся и изменился, и стал более человечным. Или же, чтобы проявилась мера суда, не дай бог. Хафец Хаим говорит, я много десятилетий ждал, через несколько, через тридцать лет, кажется, когда тот человек уже состарился. Он заболел такой болезнью, что у него все, что у него само тело воняло. Такой был запах, что никто не мог им заниматься. Не могли его даже лечить, не могли к нему подойти. Только его дети к нему вообще подходили. Даже когда он умер, никто не хотел его хоронить. Такой был запах. Только детям пришлось самим его хоронить. Хафец Хаим говорит, что этот человек, его мясо изгнило изнутри. Но он настолько сгнил изнутри ради денег, ради той кварплаты, которую не мог тогда уступить, что для него эти деньги были не прямо такими критичными. Он ради этого был готов выкинуть вдову с детьми на улицу. Значит, он ради денег тогда сгнил изнутри. Но Всевышний не торопится, Всевышний не сдает время человеку исправиться, что человек сам может делать чува, раскаяться, исправиться. Но если этого не происходит. В конце концов, приходят меры суда. Еще одну историю Хафец Хаим там рассказал, что был такой человек, в России был такой приговор над евреями, что было то, что называется «кантонисты», что забирали насильно еврейских парней в армию. И был такой человек, у которого был такой бизнес. Он договаривался с властями, которые приносили списки, кого они хотят взять. Если там этим списком были богатые люди, эти богатые люди ему платили. А он уже знал, как договориться так, чтобы этих детей подменить на чужих, на бедных детей. Такой был мерзавец. И его сына тоже хотели взять в русскую армию. И он его тоже договорился и выкупил этого сына. Шиш выкупил. Невозможно было выкупить. Вместо него взяли какого-то другого сына. Хаицхайм говорит, я долго ждал, чтобы этот человек исправился и отказался и изменился. Или же, чтобы проявилась мера суда. Хаицхайм говорит, что на счет того сына, тот сын, его укусила собака, больная собака. И он заболел страшной болезнью и в больших муках умер. И тот сам человек, у которого был этот бизнес, когда перед революцией, когда там уже его революционеры заподозрили, что он был не в тех кругах и так далее, и присудили, и ничего не помогло. Но прошло несколько десятилетий. Выше никуда не торопится. Он дает человеку возможность исправиться. Есть мера суда. Но если человек исправляется, он освобожден и не несет наказание. На самом деле это так. Штраф. От него можно освободиться. Если человек нарушил, от него можно освободиться. Чува, раскаяние освобождает от штрафа. Об этом я хотел поговорить немножко на нашем сегодняшнем уроке. Билам, которого наняли проклинать еврейский народ во время выхода из Египта. И Всевышний сделал большое-большое чудо, что он все его проклятие превратил в благословение, что он пришел. Балак, царь ОМОНа, который тогда его нанял, был в изумлении. Я тебе за что плачу? Я тебя позвал проклинать своих врагов, а ты их благословляешь. Но так сделал Всевышний, что Билам давал благословение нашему народу. И в середине этих благословений, вы можете это открыть, Бемидбар, глава 24, стих 23. В середине благословений вдруг кричит Билам, ой, ми, их, е, ми, само, кель, ой, кто уживет, ми, их, е, ми, само, когда Всевышний положит на чаши весов, наверное, кель, имя Всевышнего, ми, их, е, ми, само, кель. Ну, простое понимание этого пасука. Он испугался дня суда, когда Всевышний положит все наши действия на чаши весов. Кто живет в этом мире, когда человека судят, брошешь на? После 127, когда сам Творец мира, который знает все полностью все наши действия, кто живет в его суде? Ой! Кто живет, когда Всевышний положит на чаши весов? Есть, которые объясняют, что тут говорится про вообще Великий суд, который будет в конце истории, когда Всевышний положит всю историю, всех народов, все действия. Не только будет меня судить за мои действия, а также как я принял участие во всем, я продвинул этот мир вперед или же я, не дай бог, его разрушал. Есть драж у этого пасука, что говорит Гемораса Недрин, страница 95. Говорится, что он испугался время перед приходом Ишеха, что это будет страшное испытание перед приходом Ишеха. Есть еще мидраж, который говорит намек, который есть в этом пасуке. Разберем его сейчас. Есть удивительный мидраж, так он называется, мидраж плея. Удивительный мидраж, который говорит Гадаудыктив, это то, что написано. Прости нас, Всевышний, лавунейну, нашим грехам, велехатаэйну, нашим ошибкам, киравгу, потому что велик Он, в смысле велик мой грех. Надо объяснить этот стих. Как понять? Всевышний, прости нам, потому что велик мой грех. По идее надо сказать наоборот. Мам, я только маленький грех, ты меня простишь. Велик мой грех, поэтому меня прости. Объясняется, если бы был маленький грех, может быть, я бы еще мог подумать, что я могу его сам исправить. Но я говорю Всевышнему, я знаю, что мой грех настолько велик, что нет в моих силах его исправить. Поэтому я тебя прощу прощения. Поэтому я тебя прощу милости, чтобы ты мне помог его исправить. Чтобы ты мне его исправил. Поэтому прости Всевышний, потому что велик мой грех. Но какая связь? Белам испугался дня суда, и на самом деле страшно. Кто не испугается? Представьте себе, человек получает повестку в суд. Ну, пришло по почте повестку в суд. Кто из нас может сказать, что он внутри не содрогнется? А что ты содрогаешься? Что тебя будут судить на жизнь или на смерть? Сегодня не казнят. И ты ничего такого сделал, что за это тебя казнить надо. Что тебя приговорят к Сибири? Не дай бог. Сегодня уже нет коммунистов, которые туда посылают. Что? У тебя отнимут все твое имущество, что тебе не будет завтра на что есть? Вряд ли. А что же человек испугался? Ну, так максимум. Тут штраф там на пару тысяч. Ну, не умрет он от этого и даже не будет голодать. А что? Каждый начинает бояться. Что я скажу? Как я докажу? Как мне это самое, что я могу сделать? Может быть, все-таки что-то можно исправить? А когда человек повелчает повестку в суд перед Творцом? Вот. Предположим, наступает месяц Элуль. Это повестка в суд. Сколько рожешь она в суд? А ведь тут же суд не только на пару тысяч. Тут же суд на все мое пропитание. Пропитание моих детей. Пропитание? А что со здоровьем? От чего зависит мое здоровье на продолжение жизни? Сама жизнь? Под вопросом. Прошешь она? Предписывая человеку, будет ли он жить еще один год? Или не дай Бог? Нет. Суд не на жизнь. На жизнь или на смерть? Понятно, что это страшно? Понятно, чего испугался Белам? Ой! Михье! Кто живет? Что ему отвечает Медраж? Всевышний, прости наш грех, потому что велик он. Какая связь? Я вам объясню более глубже, в чем здесь вопрос? Почему здесь непонятна связь? Если человек раскаялся, так чего так Белам боится? Ой! Что ты испугался? Человек раскаялся, раскаялся в зал? Нету? Все, простили. Чего ты боишься? А если человек не раскаялся, о чем говорит Медраж? Всевышний, прости. Разве Всевышний прощает без того, чтобы человек раскаивается? Нет такого. Если человек раскаивается, то Всевышний обещал простить, но без того, чтобы человек раскаивается, на что ему есть уповать. Кроме того, сам Медраж переводит посуд в Весалах, то, что человек обращается к Всевышнему в втором лице. Всевышний, прости меня, потому что в Весанах человек просит прощения, раскаивается. Какая связь? Как это понять? Аризаль объяснил этот чуть удивительный Медраж с помощью геморреи в Вавиласской Талмуд, трактат Паба Кама, страница 75. Там говорится о денежных вопросах, о штрафах. И там говорится конкретно про такое, про случай, который сейчас мы разберем. И это нам будет, на это будет намек в этом стихе, который мы привели. Ой, Мьехе и Медраж, который здесь говорит, про Всевышний, прости. Мы видим здесь намек, потому что в каждом стихе Торы есть простое понимание, есть драж, глубокое понимание, есть намек. Потому что в Торе есть все. Сейчас я вам покажу с помощью, красоту Торы, что в каждом слове, в каждой букве есть также еще и намек на то, что мы совершенно не ожидали. Возьмем трактат Паба Кама, страница 75. И там обсуждаются законы суда, как судят вора. Если человек, не только вора, но возьмем конкретно пример с вором. Если человек украл. По закону Торы ему полагается вернуть то, что он украл, плюс еще одно. Если человек, предположим, украл стакан воды, «Алмарс», «Мерседес», неважно, единицу чего-то, стакан воды, ему нужно вернуть этот стакан воды, плюс принести еще один стакан воды, как штраф. Если человек украл «Мерседес», ему надо его вернуть и принести еще один, точнее стоимость еще одного «Мерседеса». Первый «Мерседес», что он возвращает, это возврата, это то, что он украл, это надо вернуть вообще не его, чужое. А второе, что он приносит, это штраф. Если человек украл, предположим, чайник стоимостью в 100 шекелей, то, что ему надо вернуть чайник, а если он его уже сломал, проел, надо вернуть ему денежную стоимость, 100 шекелей. Вторые 100 шекелей – это штраф, надо ему заплатить 200 шекелей. Первые 100 – это возврата, украдено. Вторые 100 шекелей – это штраф. Но это все, если пришли свидетели в суд и засудили человека, что он украл, но если человек пришел, сам сознался, «мудэ бекнас», сам сознался, «мудэ», тогда он освобожден от «кнас», от штрафа. «Мудэ бекнас патур», если человек сам сознался, пришел в суд, без того, чтобы были свидетели, пришел, говорит, я украл, я сожалею своим действиям, я вот возвращаю, все, он должен это вернуть. Штраф оплатить не надо. Это закон Тора. Тот, кто сам сознался, освободен от штрафа. И теперь там на странице 75 обсуждает геморраж, что будет в случае, если человек сознался. Пришел в суд, сам сознался. А потом пришли свидетели. Что теперь делать? С одной стороны, свидетели есть, надо платить штраф, но, с другой стороны, он же вчера же сам сознался, и мы уже освободили от штрафа. Каков закон? И в этом спор Рав и Шмуэля. Рав, говорит, освобожден патур, он приводит стихи из Тора, из которых это видно. Человек уже освободили, освобожден, уже все. Но Шмуэль говорит, да, его сознание, чего оно стоит? Он слышал, слух, что уже свидетели есть. Или он почувствовал, что там кто-то его заметил. Или у него даже сомнения есть, а вдруг меня кто-то заметил. Говорит, я приду, сознаюсь, верну это. Чего я теряю? Мне же ничего не заставят заплатить лишним. Я верну то, что есть. А тут, да. Есть риск. Он услышал, что вроде где свидетели есть. Страх от свидетеля его привел. Так это не настоящее сознание. Потому что в чем смысл штрафа? Штраф – это ради того, чтобы человека немножко встряхнуть, испугать, пробудить, чтобы он больше этого не делал. Чтобы он больше не делал этого. Предположим, человек украл Мерседес. Или же, да, мы можем смотреть на Мерседес как машину. Можно смотреть на как стоимость, сколько она стоит. Так кто говорит, надо ему дать штраф, чтобы он взял свой Мерседес, а остался со своей машиной. Чтобы он почувствовал. Когда он вырвал, что он думал? Ну, тому не страшно. Когда он сейчас расстанется со своим Мерседесом, он почувствует, насколько тяжело, когда человек расстается с вещами. Когда он приобрел, когда он украл, он приобрел. Но когда тот расстался с собственной вещью, теперь не на чем ехать. Поэтому Тора говорит, дать человеку штраф. Этот штраф дал ему почувствовать, что такое это потеря. И чтобы это его в следующий раз остановило, больше такого не делать. Чтобы его также это испугало. Больше не воровать. Но когда человек сам пришел, сознался, зачем его пугать? Зачем его воспитывать? Он уже сам сделал эту работу. Он уже сам исправился. Он уже сознался и пришел вернуть украденное. Понятно, что он уже больше не будет воровать. Но как посмотреть в нашем случае? С одной стороны, он сознался, но с другой стороны, он сознался только из-за страха от свидетелей. Может, это еще не полное сознание. Может быть, сейчас он испугался, а завтра он там подумает, что его никто не заметит. И будет более уверен в себе и опять придет на кражу. Как рассудить это дело? Эта тема называется «Модебе кнас», сознался в штрафе. А потом пришли свидетели. Раб говорит, освобожден. Освобожден от платить штраф. Только вернит украденные освобожденные от штрафа. Шмуэль говорит, Хаяф должен платить. Страх от свидетелей его привел. Это не настоящее раскаяние. Если бы, в конце концов, свидетели не пришли. Да, он освобожден. Мы видим, что свидетели не пришли. Это на самом деле было настоящее раскаяние. Но когда пришли в конце концов свидетелей? На этих свидетелей мы его заставим заплатить штраф. Потому что мы понимаем, что только страх от свидетелей его привел. До сих пор слова геморров бабоками. Говорит Аризаль. Теперь понятно, чего испугался Белам. «Ой, ми хье, кто живет ми?» Следующие слова. Само кель. Объедините в одно слово. Шмуэль получается. «Ой, кто живет по Шмуэлю?» По мнению Шмуэль, который сказал, что человек сознался, а потом пришли свидетели. Он должен платить штраф. Как можно жить в этом мире? Ведь в этом мире человек живет, делает добрые дела, помогает близким, мучает Тору, выполняет митцвоты, зарабатывает себе. Но ведь по ходу дела есть еще и ошибки. Есть промахи у человека. Ну не страшно, человек делает чугу, раскаивается. Но по Шмуэлю, ведь потом придут свидетели. Когда человек пристает на суд перед Всевышним, он думает, ну я раскаялся, у меня все хорошо. Но, оказывается, есть свидетели. Человек думал, что его никто не видит. Но на суде написано, что придут даже стены дома человека свидетели против него. Те самые стены, которые он думал, что они его защищают, что его никто не видит. Эти самые стены придут свидетели против него. Написано, что части тела человека будут свидетелить против него во время суда. Сама душа человека будет свидетельствовать против него Каждое действие человека Каждым действием человек создает ангела Хорошим действием он создает хорошего ангела Который помогает ему по жизни А плохим действием он создает Не дай Бог Того, который будет ему делать все проблемы И все горести по жизни Так они придут свидетельствовать Там, кажется, столько свидетелей Давайте объясним, что это за свидетели Как понятия не придут свидетельствовать Я думаю, надо это объяснить Что значит стены дома? Что значит части тела? А что вдруг мои части тела будут свидетельствовать против меня? Что вдруг они будут свидетельствовать против меня? Но дело в том, как говорит Миссилат и Шарим, что в книге Миссилат и Шарим описано, что цель человека в этом мире не только удостоится Ламаба будущего мира, и не только удостоится в этом мире самого большого удовольствия – близости к Творцу, но также цель человека – это исправить весь мир. Что значит исправить? Весь мир создан для человека. Что значит для человека? Если я выполняю волю Творца, если я делаю свое предназначение в мире, так я использую весь мир, и весь мир становится для меня как бы компаньоном в моей службе. И тем самым весь мир превращается в духовность, и исправляется, и поднимается, и превращается в вечность. Но если я этот мир использую для нарушения воли Творца, мало что я себя уничтожаю, я уничтожаю весь мир. И это то, что придут части тела, когда есть против человека, что ты с нами сделал? Ты ведь мог нас использовать для вечности, для Всевышнего, а ты нас использовал для обратного. Ты нас… во что ты нас превратил? Стены дома человека скажут, ты же нас мог использовать, чтобы в скромности выполнять волю Всевышнего, чтобы учиться далеко от чужих глаз и аплодисментов. А ты нас использовал, чтобы внутри нас выполнять… нарушать? Ведь ты нас мог использовать, чтобы строить храм внутри своего дома. А ты нас использовал, чтобы делать тут. Ангелы, которые человек создаёт своими действиями, будут на него орать, каких уродов ты нас сотворил? Ведь ты же нас смог сотворить светящими, шикарными, светлыми, добрыми. Во что ты нас превратил? Так, я думаю, можно немножко понимать, что такое будут свидетельствовать. Компьютер человека надо добавить сегодня. Компьютер человека будет свидетельствовать против него в день суда. На что ты меня использовал? Чтобы слушать уроки Торы на сайте telldotish.road. Или же ты меня использовал, не дай, не дай бог. Страшно даже подумать, ради чего. Во что ты меня превратил? Ты меня превратил в часть вечности или же в часть… День суда. И на суде будет столько свидетелей. Пошмуэлё. Что у нас получается? Человек ошибся. Раскаялся. Думает, все хорошо. Пришел на суд. А там столько свидетелей. Пошмуэлё. Сознался. А потом пришли свидетели. Придется платить штраф. Это то, что кричит Белам. Ой! Ми ихье. Ми шмуэль. Пошмуэлю. Вы спросите, ну есть у меня не Рава. Вам ответит Белам. Но Аллахакак Шмуэль. У Рава и Шмуэля все споры, которые связаны с денежными, с судебными вопросами, с судопроизводством, там Аллахакак Шмуэль. В вопросах, связанные с жизнью, там законы Шаббата, Кашрута, там Аллахакак Рав. Потому что Рав, он был учителем, у него был, у него там Аллахакак Рав. Но в законопроизводстве, а тут у нас это законы суда, там Аллахакак Шмуэль. Шмуэль, он был главой суда, у него был большой опыт. В законопроизводстве Аллахакак Шмуэль. Так здесь Аллахакак Шмуэль. И на это отвечает ему Медраж. Всевышний, прости наши грехи. Ки Раву, потому что тут Аллахакак Рав. Ки Рав, Рав, это слово большой, велик мой грех. Но может Рав, это также имя Рав. Ки Раву, тут Аллахакак Рав. Почему? Тут это исключение. Тут, на странице АНГ, на странице 75, Баба Кам, тут это исключение. Потому что там дальше Геморан находит, что этот же спор между Равой и Шмуэль уже был между мудрецами предыдущих поколений. Спор Танаим между мудрецами и Раби Шимоном. Это находится трактат Шивуот на странице 49, по-моему. Надо посмотреть Бабу Кам, и там будет сноска на Шивот. И там это спор между мудрецами, которые считают как Рав, что освобожден от штрафа. И Раби Шимон одно мнение, которое считает, что да, должен платить. И у нас есть правило, что Аллаха по большинству, так как уже в предыдущем поколении там было большинство мнений, что Хаяв, что Патур, освобожден от штрафа. Поэтому тут это исключение. Всегда в суде производства Аллаха как Шмуэль, но в этом законе Аллаха как Рав. Это то, что говорит Медраж Всевышний, простит наши грехи, потому что Киравгу, тут Аллаха как Рав. На самом деле я открыл Рамбома, законы гнева, законы воров, глава третья, Аллаха восьмая. И так Рамбома говорит, что тот, кто сознался в суде, именно в суде, не просто сознался перед свидетелями, именно сознался в суде и вернул украденное, освобожден от штрафа. Штраф платить не надо. И даже если потом придут свидетели, он все равно уже освобожден от штрафа. Однако, если я открыл уже Рамбома, я продолжил еще следующий закон, номер девять, там же в третьей главе. Рамбом там пишет, но все это, на самом деле это продолжение этой темы Бабу Кама, все это, что человек освобожден, это когда его сознание, то, что он сознался в суде, обязало его в чем-то, как в данном случае, что это его обязало вернуть в первый мир, вернуть украденное. Его сознание, то, что он прижал сознался, его в чем-то обязало. Поэтому это его освобождает от штрафа. Однако, в том случае, когда его сознание его ничему не обяжет, пример этому, когда человек сделал такую вещь, ничего не украл, не забрал ничего другого, а сделал такую вещь, за которую нету, что вернуть. Все, что там есть, это только штраф. В таком случае, если человек пришел в суд и создался, его ни к чему этого не обязало. Да, сейчас его штраф не заставят платить, он сам осознался. Но когда придут свидетели потом, придется платить штраф. А если вернуться к нашей теме, значит, если человек сам раскаялся, и пока он еще находится тут, в саду, в этом мире, человек сам раскаялся, до того, как ему открылись те самые свидетели, которые есть, если сам человек раскаялся, он освобожден от штрафа, даже когда придут свидетели. Но все, это только когда это раскаяние, его к чему-то обязало, когда это его к чему-то обязывает. Обязывает тому стать новым человеком, вести себя по-другому, тяжело работать над собой, отказаться от своих ошибок, привычек, не повторять свои ошибки. Когда его раскаяние к чему-то обязывает, тогда это освобождает от штрафа. Но если это раскаяние не обязывает человека, получается, что... Я вспомнил историю... Был один человек, у него был больной сын. И он заболел такой болезнью, что он не по ночам не мог... Ходил, бил, дрался этот сын. И чтобы не было лечения этому сыну. Отец должен был охранять своего сына по ночам, чтобы он никого не убил, ничего не сломал. Каждую ночь он сего сидел, охранял. А удар его был сконцентрирован, на силу есть такая болезнь. И по ночам он не спал, охранял своего сына. Днем высыпался, жизнь была не жизнь. И он нашел информацию, что в Америке есть врач, который делает операцию и может решить и вылечить его сына. Но у него нет денег. Он уже с кухой не работает, по ночам не спит. Его не дают за это заплатить. Звонит он, ну шел он телефон того врача, звонит к нему, описывает ситуацию, говорит, мне не о чем заплатить. Тот врач ему говорит, я тебе готов сделать бесплатно. Но за клиника, она не моя. За клинику надо платить. За билет в Америку заплатить тебе придется. Человек говорит, у меня таких денег тоже нет. И не могу их найти, это большие деньги. Тот врач ему говорит, я запишу твой адрес, когда я буду в Израиле. Может быть, с чем-то подвернется. Посмотрим, может что-то хотя бы сэкономим на проезде. Записывает он его адрес. И проходит некоторое время. И подвернулся случай того. Тот врач был в Израиле. Ему в больнице Адаса предложили сделать эту операцию при студентах, так, чтобы научить, как это делать. Дали ему бесплатно больницу. И сказали, ты можешь привезти любого пациента, кого ты хочешь оперировать. Так он бежит к тому. У него есть адрес. Он бежит к нему. Давай я твоего сына прооперирую. Тебе будет все бесплатно. Идеть никуда не надо. За больницу бесплатно. Все бесплатно. Спасение. Приходит он к нему домой, стучит. Открывает его дочка. Открывает дочка этого. Говорит, мне нужен папа срочно. Он спит. Ну, по ночам же он не спит, высыпается. Он спит. Мне он нужен срочно. Нет. Мне папа сказал, чтобы никого к нему не пропускал. Мир перевернется, меня не буди. Что делать? Надо кого-то сказать, кого он будет оперироваться. Что делать? Ждать невозможно. Тот врач думает. Пытается его говорить. Не с кем говорить. Мне папа сказал, что мир перевернется, его не будить. И что он думает делать? Начал колотить в дверь. Громко стучать. Что ты делаешь? Это мое дело. Я его пытаюсь разбудить. Я не пускаюсь в дом. Не пускаюсь. Я буду колотить в дверь. Но тот не проснулся. Не встал. Что делать? Врач ему оставил записку. Повесил в дверь. Вот у тебя еще час. В течение часа. Вот мой телефон. Не перезвонишь. В течение часа. Возьму кого-то другого. Кайл проснулся. Увидел эту записку. Звонит к нему. Прошло уже 2 часа. Уже поздно. Операция уже сделана. Кому-то другому. Я уже улетаю. Все. Вейшанс ушел. И этот человек. Ой, что я буду делать? И так он еще. На много лет. Пришлось ему ночами не спать. Хранять своего сына. А почему же ты не проснулся, когда я стучал в дверь? Я там. Когда я стучал. Колотил в дверь. Почему ты не проснулся? Ты мог проснуться и получить еще много спокойных ночей. Была такая история. Для нас это большая учеба. Ведь Всевышний стучится. Элуль. И дает нам возможность говорить. Проснись. Измени себя. Скоро суд. Если мы услышим этот стук. И проснемся. Ох. Как мы будем счастливы. Ну, если человек спит. И понятно. Правдано спит. Ночью не спал. Ну, если человек спит. Еще поставил себе охрану. Так, чтобы ничего. Что бы в жизни не произошло. Что бы это не пробудило. Что-то украли. А, это потому что тот подонок. Что-то сломалось. Это потому что тот разгильзя. Что бы с ним жить человек. Это упал. А, это там я был неаккуратным. Так человек говорит. Все объясняет. Всевышний стучит. Посылает ему. Говорит. Пробудись. Проснись. Изменись. А человек все говорит. А, это так. Случайность. Это то, это на все у него есть. Отговорки. Не понимает, что Всевышний стучит. Хочет его пробудить. Хочет человеку сделать самое большое добро. Чтобы он проснулся. Чтобы он опомнился. Что он тут в саду. Это не его дом. Тут только временно. Надо подумать о собственной жизни. От вечности. А если человек не проснулся. Ой-ой-ой. Может, после суда будет уже поздно. Ведь если в этом мире в жизни человек раскаялся. Он может исправить все свои ошибки. Все, что он делал в жизни. Все можно исправить. Но пока человек в этом мире. Как человек только ушел дальше. Уже поздно. И у нас на это есть возможность стучить. Всевышний стучит. Стучит. Приближается к нам. Сам приходит к нам. Проснись. Приди, сознайся. До того, как пришли свидетели. Но кроме штрафа. От которого можно освободиться. С помощью раскаяния. Как мы сказали. Кроме штрафа. У нас еще есть проблема большая. С самим действием. С самим. То, что человек украл. Кроме штрафа. Но то, что он украл, надо вернуть. То, что сломал, надо починить. А ведь каждым своим плохим действием человек портит. Ломает. А это надо исправить. А разве это в моих силах? Иногда нам кажется, что это невозможно. Я уже привык. Я вообще не могу понять, как жить по-другому. Я уже настолько привык жить так, как я жил. Разве так легко исправить привычку? Я слышал такой пример недавно. То есть, человеку скажут, надо пожертвовать жизнью ради Творца. Человек осознает и поймет, что на самом деле такая ситуация, что надо пожертвовать жизнью. Я думаю, каждый из нас будет готов пожертвовать жизнью ради Творца. Но если человеку скажут, ты пожертвуй маленькой привычкой, которая тебе мешает жить, которая тебе портит здоровье. Ты этой маленькой привычкой пожертвуй ради Творца. Тут почему-то загвоздка. Тут получается, это вдруг так тяжело. Почему жизнью человек готов пожертвовать? А маленькой привычкой, которая мужем мешает жить, от нее так тяжело отказаться. Но нам надо верить и знать, что Всевышний обещал нам, что если мы раскаемся, Он нам поможет. Поможет нам исправить все наши привычки. Иосомеда в дни Рошашина, Йом-Кипур. Всевышний в этот день Рошашина сотворил весь мир. Он сотворил человека. И в этот день Он может сотворить меня заново. Может сотворить меня заново, без моих дурных привычек. Если я только вернусь к Нему, присоединюсь к Нему, пойму, что я так дальше жить невозможно. Если на самом деле захочу стать новым, я попрошу у Него это от всего сердца, что я хочу быть с Тобой. Не в моих силах это исправить. Помоги мне это исправить. Если я сделаю все, что в моих силах, что-то исправить, Всевышний поможет и сделает, справит все остальное. Все, что не в моих силах, Всевышний это сделает. Если я сделаю то, что в моих силах. Надо в это глубоко-глубоко верить и быть в этом уверенным. Что нет, я так привык, я по-другому не могу. Есть я так привык. Есть я больше, я по-другому не могу. Но нет такого, чтобы человек не мог исправить своих действий. Всевышний ему поможет. Если человек только на самом деле раскается, вернется к Нему. Если человек раскается и вернется к Всевышнему, всем сердцем Всевышний ему поможет. И он обещал. Всевышний это Творец мира. Творец мира, который все сотворил, который нас осуществляет, каждую секунду обещал, что он примет наше раскаяние. Что он примет наше чува. Что он поможет нам исправиться и сделает, сотворит нас как бы заново. Что он станет новым человеком. Ведь что такое чува? Что такое возвращение? С перевода с иврит, чува, возвращение. Это вернуться. А вернуться куда? Вернуться к Отцу. Вернуться в свой источник. Вернуться к Творцу. Понять, что мы вместе. Что мы одно целое. Что это не я должен это исправить, а мне это не под силу. Что мы вместе. Я хочу быть частью Него. Что я Его люблю бесконечно. Ведь Он меня любит бесконечно. Так я тоже хочу Его любить бесконечно. Творец любит. Творец это не только судья. Это Мой. Это также и Отец. И поэтому эти дни перед Рошашина, они называются, с одной стороны, они называются трепетные дни. Ямим нораим. Дни трепета. С другой стороны, они также называются дни милости и прощения. Ямей рахамим вянслихо. Дни милости и прощения. Что Творец, Он судья, но Он также и Отец. И если мы вернемся к Нему, Он поможет нам стать новыми людьми. Разберем еще одно высказывание мудрецов. Написано, что тот, кто кого поймал, если к человеку пристал, пристало злое начало, потяни его в бет-медраж. Потяни его в дом учения. Пойди с ним Тору поучи. Если это не помогает, тогда читай Киратшма. Если это не помогает, вспомни Дни смерти. Но первый совет, потяни его в дом учения. Пойди с ним поучись. А почему это не всегда помогает? Почему надо следующий совет? Что такое Киратшма? Прочитать Шма Исраиль. В смысле принять на себя Царство Творца. Принять на себя бремя Царства Творца. И это не всегда помогает. Надо вспомнить о Дне смерти. Так почему не всегда помогает пойти учиться? Дело в том, что там Талмуд это учит из предложения. Каждый, кто жаждующий, пусть пойдет к воде. Каждый, кто жаждующий, пусть пойдет к воде. Отсюда гемора учат, что если пристал к тебе злое начало, потяни его к воде. В смысле, к торе. Почему именно так это написано? Так я видел в книге Равьякова Адеса, что он объясняет, что когда человек, если человек хочет добиться этого эффекта, чтобы пойти учиться, и это полностью закроет всего плохое начало, и больше его не будет ктянуть. К козлу и к своим привычкам. Человек должен учиться так, как он стремится к воде. Не как я стремлюсь к воде, что я недавно пил, а как человек, который жаждует. Представьте, человек идет по пустыне, и уже несколько дней не пил, и он уже... Как он бежит к воде? И когда он уже доходит до источника воды, который дает ему жизнь. Вот как человек стремится к воде, когда он давно не пил? Вот так человек должен стремиться к торе. Ощущать такую жажду. Я уже так давно не учился. Мне это нужно, как жизнь. Если человек так будет стремиться к торе, если такое будет его рвение и желание, и так, тогда это полностью... Тогда никакое злое начало к нему не сможет пристать, или не сможет в куда перебанить. Стремиться к торе, как к воде. Как к воде. Барукотое дуэноои, эллоהино, молек, ойлом, שהכל не я в двору следующий совет, который нам говорит Алмуд да первый, пути не его учиться второе, прими прочитай Кириат Шма Шма Исраэль, внемни Исраэль Шем Элу Кейну, Творец Мира, Который все сотворил Хозяин всего, Который есть Который был, есть и будет Который сотворил прошлое, настоящее будущее Элу Кейну, наш Бог Кто-то всем управляет Хозяин всех сил Единственный, Которого нужно бояться Единственный, Который все делает Ашем Хозяин всего Который был, есть и будет Эхад Един, нету ничего в мире больше Столько Творец и Его воли Да Это второй совет Сделав это, и вспомнив об этом И прочитав Шма Исраэль Тоже Злое начало Может отстать Но если и это не помогает Тогда вспомнит о дне смерти Пусть человек вспомнит о дне смерти Подумает Что ему дальше ждет На это есть интересная притча Которая говорит Которая нам объясняет Что Всевышний сделал нам большое 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 милость Что мы не помним о дне смерти Что человек живет И не помнит Ведь на самом деле Подумайте Ведь каждый из нас знает Что будет через 120 лет Ведь никто от этого не убежит Если это конечно только не придет В мышеях И будет Воскрещение из мертвых Но Без этого чуда Всем известно Что будет через 120 лет Почему Почему же человек Не держит его на уме Ведь если бы человек Это постоянно об этом думал Он бы не делал Ничего плохого Никак Никак А если бы какая-то ошибка На месте Делал чего И вообще Подумайте Как бы человек выглядел Если бы он держал Постоянно в голове Иду по Что Кушать Чтобы создавать Еду Червякам Но человек об этом не думает И не помнит Этого в жизни Почему Всевышний сделал большое чудо Чтобы Я Этого не помнил Что это такая простая истина Что это такой простой факт Чтобы Надо Специально Работать над собой Чтобы вспомнить об этом А без этого Я его в голове не держу Ведь повестка в суд уже пришла А я этого не держу в голове Почему Всевышний взял у меня Такую большую милость Чтобы Почему Ради чего Потому что если бы человек Помнил бы об этом постоянно Если бы он постоянно Видел день своей смерти Он бы жил в унынии всю жизнь У него не было бы Посмотрите на людей Которые Которым говорят Что ты знаешь Приди еще на повторную проверку К тебя там в анализе Что-то Не дай бог Не то Надо Давайте перепроверим Какая жизнь становится У такого человека Когда ему всего лишь Сообщает Что ему осталось пару лет Чтобы Чтобы Никого из вас Не пришлось Пережить Этого Испытания Когда Я эту его милость Использую против него Использую это против него Чтобы нарушать его волю Какой позор мне за это Про это есть Прекрасная притча Что был один человек Который Который Надалживал Ну Должил Должил того Должил того Набрал много долгов И Уже не знал Как их возвращать Уже было Столько долгов Что уже Некого было Заново Должить Чтобы вернуть Долг К предыдущему Уже некого Было Переодолжить И вот Он уже Отчаялся Думал Заявить О банкротстве Что Все И вот Приходит к нему В гости Его друг Один раз Говорит Что это такое В уныне Говорит Не знаю Банкрот Негде уже Одолжить Все Столько долгов Ничего не могу Поделать Вот Друг ему говорит К этому другу Он тоже должен Говорит Я Я тебя одолжу Еще с ума Я тебе одолжу Еще с ума Начни бизнес Раскрутись Постепенно Заработаешь Заработаешь Все вернешь Я тебя готов Одолжить Плюс к тому Что мне уже должен Говорит Ну как ты меня одолжишь Сейчас завтра Еще раз кто-то постучит Скажет Давай долг Возвращай Не придется вернуть Что Говорит ему Тот Благодатель Который готов Ему еще раз Должить Говорит Я тебе дам Идею Патент Ты Притворись Что ты сошел С ума Тебе сейчас постучат Возвращай долг А ты начни там Танцевать Плясать Следующий постучат Ты начни там Угримасничать Пойдет Ну пойдет По тебе слух Что ты там Сошел с ума К тебе больше Перестанут приходить Долги Просить не будут Спокойно сможешь На деньги Которые сейчас Хочешь одолжить Раскрутиться И постепенно Вернешь долги Шикарная идея Попробую Ну тяжело конечно Но Первому потанцевал Второму погремачничал Так и произошло Прошел слух Постепенно От него люди отстали И бизнес пошел Ну понятно Что в другом месте И Немножко По И То Через год Возвращается тот Богодатель Говорит Возвращай Мой долг А он еще Начинает Кривляться Танцевать Гримасничать Он Мол Да Как тебе не стыдно Это же я Тебя научил Этому Это же я Тебе дал Эту идею А сейчас ты ее Используешь Против меня Так Всевышний Дал нам это благо Что мы не держим В голове Для нашей смерти Всевышний Дал нам это Огромное благо Что мы не держим В голове Чтобы мы могли жить Чтобы мы могли Раскрутиться Чтобы мы могли Продвигаться А не быть в унынии И в отчаянии Но если мы Это используем Против него И живем Как попало И никуда не Продвигаемся И пропиваем Тот шанс Который он нам дал Какой нам стоит Эпозол Но У нас есть возможность Чува У нас есть возможность Раскаяться Исправиться В течение всего года Всегда В любой момент Любой еврей Может прийти к Творцу И сделать Чува Как делается Чува Это четыре стадии Первое Это Осознать Что я Что я жил не так Сожалеть об этом Второе Исповедоваться Сказать Открыть рот Не только в мыслях А складываться Открыть рот Сказать Творцу Сказать Творцу Сделал я так И так Я поступил неправильно Третья стадия Попросить за это прощение У Творца мира У любимого У моего любимого отца Ой, как я тебе создал Как я тебе причинил Такую боль Ведь Ты мне сотворил Ради того Ради моего блага Ради моего Чтобы я мог продвигаться Я это использовал Против себя Против тебя Против Просить прощения И четвертое Это Принять на себя Что впредь Я больше этого делать не буду Что я здесь Приму Все возможные меры Что зависят от меня Что больше такого не делать И Ты Всевышний Помоги мне Чтобы я на самом деле Больше такого никогда не делал Это четыре стадии чувы Полная чува Будет у человека Когда он получит Большой подарок с неба Испытание Та же самая ситуация В которой он был Тогда, когда он согрешил Та же ситуация В тех же условиях И в этот раз Он устоит перед украшением И не упадет Это будет полная чува Так что у нас есть эта возможность И особенно Особенно в дни Хорошая шина Йом-ки-пур Когда сам Творец Приходит к нам Приближается к нам И зовет нам И стучит к нам И пробуждает нас И говорит Вернись Я тебе помогу Сделаю тебя заново Желаю всем Самых приятных дней И самой приятной чувы Потому что чува Возвращение к отцу Это самое приятное Что может быть в жизни Самое приятное Когда человек Возвращается К любимому отцу Когда человек Начинает чувствовать Эту связь Ведь описывает Трампом Что такое любовь Что такое любовь к Творцу Что такое любовь к Творцу Весь этот мир Это всего лишь Жалкое подобие Духовному миру Также любовь Которая есть в этом мире Это только подобие Это только притча Это только Жалкое подобие Той самой любви Духовной Которая у нас есть Ты говорит Амбову Давай посмотрим Как в этом мире Любовь Когда человек Заболел Любовью Заболел Парень Влюбился В девушку Он заболел Почему это болезнь У него нет аппетита Он ни о чем не может думать Он думает только о ней Он больной Пока он ее Не достигнет Пока он Пока он не получит Ее руки и сердце Он больной Ни о чем Его жизнь Это не жизнь Так человек должен быть Больной Любовью К Творцу Чтобы у него нет аппетита К ни к чему Чтобы ничего в жизни Не интересует Пока он не достигнет Этой близости Творца Пока он не Когда он достигнет Этой близости Хотя бы на чуть-чуть Это такое Удовольствие Которое во всем Желаю Самых приятных дней Всего хорошего К Тиваве Хатиматова Самых лучших приговоров Самых лучших записей Чтобы вам было Только Благословение Любовь И близость к Творцу Шалам Шалам Субтитры создавал DimaTorzok